Подходит к завершению третий этап всероссийской кассовой реформы, переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. С 1 июля 2019 года обязаны перейти все налогоплательщики, которым до этого было предоставлено срочка. При этом 5 апреля 2019 года в Государственную Думу Российской Федерации был внесен проект закона об отсрочке от применения контрольно-кассовой техники узкой категории налогоплательщиков. Это такие, как индивидуальные предприниматели без наемных работников, оказывающие услуги и работу, и индивидуальные предприниматели без наемных работников, реализующие товар собственного производства. Для этих категорий налогоплательщиков даже не предусмотрена выдача бланка строгой отчетности. Все эти изменения связаны с реализующим себя проектом о самозанятых гражданах и с перспективой его распространения на территории всей Российской Федерации. Но в то же время, в случае, если к этой категории налогоплательщик возьмет на работу, трудоустроит работника, то в течение 30 календарных дней он обязан поставить контрольно-кассовую технику на учет. Хочется отметить то, что эта категория платильщиков в случае приобретения контрольно-кассовой техники после 1 июля 2019 года не сможет воспользоваться налоговым вычетом при приобретении контрольно-кассовой техники, так как это не предусмотрено будет. А платильщики, которые до 1 июля 2019 года приобретут и установят контрольно-кассовую технику, смогут получить налоговый вычет. Это 18 тысяч рублей за каждую кассовую технику, и вычет этот предусмотрен для предпринимателей, которые осуществляют вид деятельности как ЕНВД и патентная система налогообложения. Важно отметить, что указанный законопроект не предусматривает осрочку индивидуальным предпринимателям, которые занимаются розничной торговлей, то есть перепродажей товара. Для этих категорий граждан контрольно-кассовая техника обязательно в любых случаях, а также для организаций. Инспекция не рекомендует откладывать приобретение и установку контрольно-кассовой техники, потому что практика предыдущих двух этапов перехода на онлайн-кассы показала, что дешевле и проще купить кассу заранее. У предпринимателя будет время зарегистрировать ее в налоговой инспекции и научиться ею пользоваться. Новый порядок существенно сократит количество проверок в ваших точках продаж. Вся информация будет доступна налоговой службе онлайн. Благодаря новой технологии создаются комфортные и равные условия для предпринимателей. Формируется здоровая конкурентная бизнес-среда. Хочется обратить внимание индивидуальных предпринимателей, которые не ведут деятельность. Необходимо обязательно закрывать ИП, так как страховые взносы фиксированных платежей исчисляются с даты открытия индивидуального предпринимателя по дату закрытия. Поэтому каждый год копятся долги и растет ваша задолженность. Так как страховые взносы, независимо от того, работает предприниматель или нет, начисляются каждый год в полном объеме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова